Привет, меня зовут Никита, и мы на канале Болундуки. А меня зовут Женя. Вчера, вчера, да? Да. Мы были в торговом центре и искали, как обычно, Бэйблэйд. Но увидели там другую игру, которая очень похожа на Бэйблэйд. Она наверняка вам очень известна. Это Инфинити Надо. Мы решили сразу же для теста взять пару волчков и попытаться разобраться, что к чему. Потому что мне кажется, Инфинити надо немножко сложнее, потому что состоит из многих частей. Ну что, приступим? Давай открывать. Открывай. А тут Мои Тенце не надо? Нет, можно просто уже открывать. А тут уже два запускалки есть. Давай перевернем. И смотри, такие интересные. Смотри, какие длинные. Так, это мы уберем. Это инструкция. Ладно. Так, смотри, какие длинные. Шуры. Да, они из такого твердого пластика. Они такие интересные, но удобные. Такие это как у всех мультики. Смотри, какая запускалка. Держи. А. Тут даже непонятно, какой надо вставлять. Давай попробуем. Я понял. Тут видишь, написано буква L. Л, да. Это значит, крутить влево. Я знаю, что один B крутится. О, они какие другие. Вот там есть, написано IN. Вот, она вставляется сюда. О, у тебя написано, крутить вправо. А ну, Никит, покажи. Вот так. Давай я покажу. Вот. Ну, что, впускатели даже, если честно, мне кажется, более основательно сделаны, чем впускатели Hasbro. Помните? В прошлой выпуске у нас впускатель Hasbro сломался, кстати. И что вы думаете? Мне удалось починить. Он просто застрял. Мы немножко его помучили. Вправо-влево покрутили. И он снова заработал. Но, если честно, этот отпускатель крайне неточный. И я им недоволен. Так. А это у нас ключ. Насколько я слышал истории, без этого ключа разобрать надо. Или B, я даже не знаю, как правильно называется. Невозможно. Что, попробуем их достать. Так. Они в такой достаточно красивой упаковке. Инфинитинат. Смотрите. Ого! Вот это вес. Попробуй. Это атакующий Бэй. Который... Бэй? Атакующий НАДО. Не знаю, как правильно я его назвал. Сегодня я буду имя. Который называется Night Owl. Переводится как Ночная Сова. А это... Видите, какой у него значит, что он сказал, что он такой. Так. А посмотрите. Во-первых, он весит, как два Бэя Бэйблейд. Я вам честно хочу сказать. Посмотрите, как купол какой-то. Это Бэй выносливого типа. Называется Razor Rochi. Так. Но учитывая, что мы первый раз разбираем Бэй... Кстати, этот Бэйблейд запускается вправо, а этот Бэйблейд влево. Так. Я попробую его разобрать. Так. Этим ключом мы откроем сердцевину. Наталья, как можно выбрать? Если бы я знал, сынок. Если бы я знал. Буду пытаться. А вот. Тут тоже можно что-то... Что-то вот так сделать. Сейчас мы попробуем. Простите меня. Ребята, я не силен. Да. О, вроде тоже что-то соскочило. О, тоже что-то вынулось. Я буду собирать вот так вот. Раскладывать, чтобы понимать, в какой очередности. Так, это... Ты потрогай какой диск. Какой он тяжелый. Да, теперь давайте мы так будем. Абсолютно с тобой согласен. Так, а это разбирается, интересно? А, смотрите. Тут в середине пружина. Покажи. Так. Попробуй его собрать обратно. И разберем еще раз вот этот бейт. Посмотрим, что у него внутри. Какой окружинистый бейт. Давай разберем. Будем осматривать, как его надо на запускал кладевать. Давай мы его раскрутим. Тогда будем бежать, осмотрим. Это вообще сложно, я тебе хочу сказать. Посмотрите, сколько здесь частей. Посмотрите на драйвер, как мы его называем. Я даже не знаю, надо выучить. Как называется каждая из частей. На коробке, наверное, написано. Это... Наконечник. Это наконечник. Это база. Не, вот эта база. Это... Кристалл... Ну, нет. Кристалл Марса. Атакующее кольцо. Центральная ось. Так, все, я запутался. Следующее видео я обязательно разберусь. Так, соберу обратно по-быстрому. Постараюсь, по крайней мере. Да. Так, вроде бы так. Так, ладно. Я понял, надо зафиксировать эту часть сначала. Ну, прошло минут 25. Я понял, что эта игрушка не для 30-летнего ребенка. Наверное, все-таки для 5-летнего. Я специально не давал Никите мне помочь, но... Собрать ее просто нереально. А в конце все оказалось очень просто. Я посмотрел на картинку и понял, что я две детали ставил вверх ногами. Ну что, попробуем сразиться, кто круче. Я вот эту. Да. Аренды на доске у нас еще нету. Но мы используем обычную арену. А ты, пап, помоги мне одеть. Потому что я не знаю еще. Ты все знаешь. По-моему, ты сейчас это не делал. Кто в другую сторону? У тебя же в левую сторону. А она в другую. Не-не, в другую, в другую. Вот, оденай. Да. Ну что, попробуем? Три, два, один. Пауза. Попытка номер два. Вроде бы я собрал, нашел ошибку. Надеюсь, сейчас у нас получится. Давай так, медленно. Пониже опускай. Нужно пониже опускать. Три, два, один. Вперед. У меня хорошая атака. Вот это звук, ребята. Вот это звук. Это даже двигатель. Интересно. Баба не сдается. Никит, это безопасно ими играть? Они как шайбы, если честно, в хоккее. Баба не сдается. Мой, пытается к центру подойти. Мой, не сдаётся. А, сдался. Один-ноль. Так, интерес. Конечно, попробуй. Поль, вперёд. В оригинальной арене у Надо нету этих карманов. Соответственно, они просто по кругу ходят. Даже вот нету этих завихрей. Как правильно сказать? Помни. Ой. Ой, я не проиграю. А я вообще забыл, до скольки мы играли. До трёх. О, и ты выиграл как раз. Давай. Это тяжёлый. Так. Давай так, чтобы никому не мешать. Ниже опусти. Нет. Берёд. О, видишь, сразу надо плюшить. Ну, вы сами должны понимать, что... Ау! Этот же ободок полностью сделан из металла. И в каждом такая, получается, пружинка есть. Давай ещё раз попробуем. И я покажу... А, господа. О, да! Да, такой ещё хороший Бэй. Так. А теперь, я знаю, можно им вот так сделать. Теперь мы попробуем сделать усиленный, тяжеленный Бэй-мутант. Снимем здесь аватарку. Грейзер орочит. И теперь, внимание. Теперь я выиграю. Сделаем Бомба Бэй. Так. Это... Он должен запускаться влево. Сейчас. Так. Подожди. Ну, я тебе... А ты теперь будем оригинальными играть, да? Так. Ты будешь его запускать? Да. Бомба Бэй. Так. И я попробую запускать по старинке. Но, ребята, не делайте так. Потому что Бэй-инфинтинада, их слои крайние, из металла. Они будут портить ваши Бэй. И, Адриан, прости, старичок. Но выбор пал на тебя. Три, два, один. Вот так. Какой-то страх, как наш дрожит в стол. Бам. Так. Одновременно. Одновременно, да. Папа заберебела. Я жду, не дождусь этого момента. Три, два, один, четыре. Тебя дождусь в три. Папа. Тебя дождусь в три. Скажи, что ты вот подавка. Да. Три, два, один, пять. Папа. Три, два, один, пять. Это именно тот сюрприз, который я показал. Давай еще раз. Давай так. Ты будешь ядреном. А можно мне, пожалуйста? Не подойдите ли мне верхнюю часть нашего нового аппарата? Надо, надо. Три, два, один, пять. Вперед. Опа. Это разделение на два. Посмотрим. Давай. Секрет этого бэя, что он при первом или втором ударе об другой бэй разделяется на два абсолютно разных бэя. Верхний и нижний. И это всегда помогает победить противника. Три, два, один, вперед. Пожалуй, наверное, мы будем завершать наш выпуск. Ребята. Все, ребят. Ну что, Никит, будем прощаться? Я ему тогда. Я говорил. Ну что, Никит. Будем прощаться? Всем пока. Подписывайтесь, что я сказал. Ставьте лайки. А мы обещаем вам новые, разнообразные, интересные обзоры на разную тематику. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok